Для питания ноутбука от бортовой сети автомобиля 12 В возникла необходимость в изготовлении мощного повышающего превоззывателя постоянного тока с выходным напряжением в пределах 19 В. Собирать устройство решил на специализированной микросхеме UC3843. Она имеет контроль тока ключа, стабилизатор выходного и источник опорного напряжения, а также мощный драйвер затвора внешнего ключевого транзистора. Схема преобразователя построена на базе шим-контроллера UC3843, который через резистор R5 управляет затвором онканального полевого транзистора WT1. Генерация прямоугольных импульсов будет происходить с частотой 120 кГц. Один вывод дросселя L1 всегда соединен с положительным выводом питания плюс 12 В. В тот момент, когда шим-контроллера UC3843 на затвор WT1 через резистор R5 поступает высокий уровень напряжения, транзистор WT1 открывается, соединяя второй вывод дросселя с землей через резистор R6 и открытый транзистор WT1. В данный момент времени на дросселе накапливается энергия. Далее, шим-контроллера UC3843 на затвор WT1 через резистор R5 поступает низкий уровень напряжения и транзистор WT1 закрывается, размыкая вывод дросселя L1 с землей, вследствие чего происходит явление самоиндукции. Накопленная дросселем L1 энергия уже с обратной полярностью и большей по величине отдается через диоды шотки WT1 и WT2 на выход преобразователя. С помощью делителя напряжения, который выполнен на резисторах R7, R8 и R9 через вывод 2 микросхемы UC3843 происходит регулировка скважности импульсов и соответствует напряжение на выходе преобразователя. Резистор R6 выполняет роль датчика тока. При увеличении нагрузки на выходе преобразователя увеличивается ток, протекающий через переход транзистора WT1, а следовательно и через резистор R6. С увеличением тока резистора R6 также на нем увеличивается и напряжение, которое поступает на третий вывод шим-контроллера UC3843. И при достижении определенного значения микросхема ограничивает выходной ток, уменьшая ширину импульса на выводе 6. Резистор R4 в этой цепи является ограничительным. Напряжение питания микросхемы UC3843, которое через ограничительный резистор R2 подается на вывод 7, может быть по данным производителя от 8,5 до 30 В. Также по питанию микросхемы можно установить дополнительный выключатель, что и будет вновь учтено при разводке печатной платы. Электролитические конденсаторы C1 и C7 должны быть рассчитаны на напряжение большее на 25% от входного и выходного напряжения соответственно. Транзистор VT1 нужно устанавливать на ток не менее 30 А и напряжение не ниже 30 В. Я буду использовать ERF Z30N. Его напряжение 50 В и ток 30 А. Диоды VT1 и VT2 должны быть диодами шотки или другими быстродействующими диодами. Буду устанавливать диодную сборку шотки из компьютерного блока питания S20C40C. Также вместо сборки можно установить одиночный диод, рассчитанный на определенный ток. Кольцо для дросселя L1 я также взял из компьютерного блока питания. Его размеры. Наружный диаметр 27 мм, внутренний 14 мм и ширина 11 мм. Мотал проводом диаметром 1,5 мм, 22 витка. Индуктивность в пределах 40 мкг. Разводить, а также собирать плату буду под корпус неисправного блока питания от ноутбука. Также буду использовать готовые радиаторы из старой платы. Станным корпусом у меня будут ограничения по высоте 20 мм. Так что входную и выходную емкости, а также индуктивность буду размещать горизонтально. Получилась компактная плата с нужными неразмерами. Для настройки преобразователя на вход схемы подаю питание 12 В. Также нужно подать плюс 12 В на резистор R4, иначе преобразователь не запустится. Вместо выключателя по питанию микросхемы устанавливаю перемычку. После подачи питания вращением подстроечного резистора R8 подбираю нужное напряжение на выходе, в моем случае 19 В. Нагружаю выход преобразователя лампой 36 В 60 В. При испытании преобразователя выходное напряжение составило 19 В, выходной ток 1,2 А, и соответственно выходная мощность равнялась 23 В. В течение 30-минутной работы на данной выходной мощности транзистор, диодная сборка и индуктивность были чуть теплыми. КПД при данных параметрах был равен 83%. Входная мощность при испытании равнялась 27 В. В описании к видео будет ссылка на схему и плату к данному проекту. Данный DC-DC преобразователь на UC3843 понравился простотой сборки, плавной настройкой выходного напряжения, малым нагревом и неплохим КПД. А кому информация была полезной, ставим лайк, пишем свои мнения в комментариях, а также не забываем подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok